Александр Григорьевич Лукашенко и Рамзан Ахматович Кадыров. Такие сильные лидеры, очень знаковые, можно сказать, для нашего времени. И про них много всяких гадостей, но и хорошего мало, но и что-то хорошее есть. Говорят, что и за одним, и за другим кровь буквально льется, что истребляют конкурентов, мстят и прочее. Что можете вообще сказать про них? Ну, как бы они сами были здесь, но как-то это им передать надо будет, что я говорю. Кто это говорит? Делом в том, что, ну, который ближе, я вот задаю вопрос. Я говорю, во время перестройки в стране у нас показывают официально уже 120 миллионов абортов. Добавляют еще неофициальные данные. Ну, это и так понятно. Бога нет, зачем? Я говорю, есть один глава администрации, который запретил эти аборты под уголовную. Никто не может назвать. Я говорю, Рамзан Ахматович Кадыров. О, да. И вот у него сидят, когда там заседание какое идет, и бывает одна-две женщины, обе в платках, длинное платье. Он один может это сделать. А когда нападает на него, вот там сейчас Илья Яшин такой, он там смотрит, что-то на стенки считает, прямо уже он то и то и то сделал. Ну, даже так, сделал. Давайте, сделал. И что? Так что сделал он, и что? И все, с чего он сделал? Вы же понимаете, нет? Сколько было взрывов, где? Захваты Беслан, Будионовск, Норд-Ос. Ну, тут можем в метро взрывы. Сейчас есть взрывы, нет? И заметь, когда перестали быть. Когда ему дали эту власть? А почему? Он не такой, как мы. Если он, которые там были пойманы, им показывают пять или семь убийц, посланные, как на апостола Павла, и всех захватили, и он стоит, родителей нашел, и стоят родители рядом, и он говорит, ну вот вы пришли меня убить. За что? С чего не хватает вам? А они там, южнее учились, сидел им или где-то были, и здесь. Вот ты, вас вмещать водили, пока сидели, водили, ты же не молился, и он их там, а родители плащут, сидят. Я имею полное право ответ нанести, но я этого не делаю. Он рассуждает, как христианин. И вот здесь, что он делает? А по-другому правитель, если он правитель настоящий, он по-другому не может делать, он правитель. Неужели бы революцию допустил Иван Грозный или Петр Первый? Ты же, даже думать нельзя было. Тучит там кто-то, пришел. Пришел кто-то. Ну-ка. Кто-то, вы слышали, из Москвы Володя зашел. А я разговариваю не слышу, мне хорошо. Можно не беспокоить. Ну и вот, как они поступают? Смотри. Ну, возьмем настоящие цари, когда воцарили. Как поступал с противниками своими и государство Давыд? Сегодня его ни с чем нельзя сравнить. Это даже немцы не делали. Никакой холохоз не делал. Пленных ложил, веревка измерял. Одна веревка в печь. Вторая вниз головой со скалом. Третий по-разному. Зачем ему надо? Это было-то. Но не нам судить, позади. И дальше он умирает и говорит. Вот такой-то смутьян, семей, сын Геры, когда я о весоломом был свергнутый, и он кричал, уходи, уходи, кровопивец. Сын, ты мудрый человек. Не отпусти его с земли, седину его без крови. Он его сразу, Соломон, вызвал и сказал, самое простое, не выходи за город. Но раз отец сказал, не тронет тебя, его клятва на меня переходит. Все, сиди. А как перейдешь, в этот день умрешь. А у него два раба убежали. Он за ними вышел и забыл обо всем. Наутро его притащили. Было-было. Дал слово, дал. Секир. И каждый раз так. Вот какой-то там неугоден. И за ним посылает далеко, там где-то ищут. Ну, противник где-то. И все. Вот Давид посылает Амиава. Такой-то, такой-то поднимает восстание. А он в городе. Зачем приступили этот город, советник всех городов, мать там называет. У вас такой есть? Есть. Покиньте, тут же она пошла, а он уже весь город, считай, завоевал. И она сказала, город пропадает из-за него. И вот уже схватили, сразу голову отрезали, бросили. И Аб пошел домой. По-другому никогда нет. Это мирская власть. Нигде, никогда, ни в одном государстве не позволяли, чтобы кто-то приходили, делали безобразыщие, готовили покушение, и он бы остался жив. Нигде нету. Ни в южных странах, ни в Японии, нигде, никогда. А он знает как. У него набраны люди. Он узнает, вот такие-то люди оттуда приехали. Они туда, я беру так, как говорят, я не знаю, там посылал, но он погиб, приписывают ему, если приписывают к нему и молчат, вместо этого убитого, который сам думал убить тысячи. Он спасает намного больше, всю страну. Он закрыл эти ворота, никакие хатабы сюда, Басаевы больше нос не показывают. А почему он работает? И который там лев, ну это Яшин и Илья и другие, да там много их. Политковская лезла, куда сколько раз предупреждали. Она за кого? За преступников. Она смелая, хорошая была женщина, осталась знаменем. Ну на этом и все. А он до конца держит. Я говорю о Рамзане Ахматовичу Кадырове. Я имею на листе благодарность от него. Ну от его администрации. Я ему книги подарил, когда там были. И мы каждый день о нем молимся. У тебя охота взрывы. А которые там Яшин и другие, они ничего нигде не делают. У них нет ничего. Смута и за это получают деньги. Нет Навального и смуты нету. Нет Немцова и все прекратилось. Два человека, а спасают 20 тысяч. И они взвешивают на этих весах. Он защищает своего президента, защищает свою страну, в которую его насильно втянули. А у него там своя армия. Правильно, он не должен ни с кем. Он никому не подчиняется, не собран. Абсолютно правильно. Зачем подчинять? А когда вы не ловите, он ловит. Он их прижимает. Который, говорит, там самые главные враги-то были. Везде все это у них ячейки. Он всех их разоблачил. К ответу. А семьи, говорит, арестовал. Отдельные там у него тюрьмы есть. Из Европы-то приезжали проверить. Он сразу перебазировал. И никого нигде не нашли. А кто так? Всегда делали заложники. Всегда все правители так делали. Он работает. Повторяю, он работает. Он охраняет государство. Это эти яшины, которые говорят. Ну, поговорил и отошел. А я его не боюсь. А ты еще там не был. Я его не боюсь. У тебя ничего нет. Ты посмотри, как он выступает, когда там. Посмотри, как он наконец скачет. Как он на машине едет. Ну, Игорь-то, видимо, нарушил права. И тут же его сразу раз. Так, стоп. Открывает. О, Рамзан Ахматович, извините. Не, извините. Штрафуй, как положено. Вот он как. Его оштрафовали. Ну, я не могу. Я сказал, штрафуй. Ему выписали. И он в очереди стоит, где заплатить. Ну, да, подстава. Ну, какова? Сколько глав региона? Почему это никогда не сделает? Он работает. А вторая жена у него, да. А Путин говорит, что я с его женой буду занимать. По их вере положено. Она согласна. Дом купил. У него деньги есть. Я не нашел ни одного обвинения закона. А как он с женой знакомился? Нельзя никак. Я однажды заметил. Она спускается там со второго этажа или где. Поворот. Я как-то быстро на это место, на лестнище, где не видно. И сказал, я тебе жили все равно. И побежал дальше. Вот как у них держат. И нигде не скажут, что у него там такое, такое нет. Я сейчас говорю о нем. И мы каждый день молимся. И нам радостно, что нигде взрывов нет. Ни в самолетах. Ты посчитай, сколько перекрыто им. У него везде люди. И Путин туда не лезет. А он дает им и 320 миллиардов. Ну и что дает? А разворовывают миллиардеры. Каждый год появляются. Каждый год. Захватили где-то. Надо смотреть реально с высоты той. Да, он не христианин. Нет. Но он какой храм построил? И там где-то на реке или на озере. И там дома, которые для священства и прочее. И сам открывает ленточку, говорит, перерезал. И поэтому я говорю это для всех, которые пустословят против главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Они его шнурка не стоят. И поэтому я не могу одобрять, что он делает. Там я и не знаю. Но я только молюсь. Молюсь. Он выполняет свою работу. Вот и все. А это, говорит, псы спящие. Бредящие лежа. А он не спит. Он работает. И при том работает перед народом. Он нигде не прячется. Он прямо с народом. Везде встречаются какие-то празднования. А там рядом Дагестан ворочается. Ингушетия. Там против него другим деньги не дают. А ему дают. У него свои войска. Он сразу наводит порядок. Выходит. Вызывает главных. С ними беседует. Как. Я был во всех местах. С которыми как бы вот конфликтуют. Они конфликтуют. Он помогает избавиться от мятежников. А террористов, которые забрели туда. Он засылает туда своих людей. И они пристали уже перед ними. Сдал. Готово дело. Ни одного взрыва. Обстановка тревожная. В Дагестане мы были. Бывает так. С автоматами стоят. На перекрестках улиц. А тут я смотрю. Стоят снайперы. Со снайперскими винтовками. Больше нигде не видел. Я говорю. А почему? Да сегодня ночью было. Там убили кого-то. И священника застрелили. Тебе что? Охота стреляют священников? А этот-то, который звуки издает там. Ну один, другой там. Насчет Навального. То другие. У них ничего нету. Абсолютно ничего нету. И вот. О нем я могу сказать только одно. Что мы о нем молимся. Чтобы его Господь сохранил от покушения на него. Дал ему признать спасителем мира и своей души Иисуса Христа. Не просто Иса пророка. Но я не имею до него доступа. А молиться молюсь. Вот о нем. А Лукашенко спросили. Я о нем говорю. Еще о нем. Еще о нем. Смотрите. Вот этот Яшин. На что он упирает? Я вчера мне брат скинул ролик тоже. Он буквально вышел только что. Во-первых, Яшин, я так понял, что это все-таки за ним есть люди, которые будут его защищать. Это не просто так. Это одна из башен Кремля, видимо. Она уже провозглашает какие-то вещи вот так открыто. То есть он, видимо, имеет какое-то там покровительство. Не просто так он появился. Он прикормленная, скорее всего, эта все оппозиция. Я не выяснял особо, но видно просто по всему. И вопрос. Он на что напирает? Что есть законы у нас в государстве. И ты, кто бы то ни был, законы должен соблюдать. Но он не понимает, что для человека верующего... Николай, по частям. Не должен соблюдать, где законов уже этих нету. Там никто их не соблюдает. Подняли первая, вторая, чеченская. А какие законы? Когда все попрано. Он делает то, что ему указано. Что был мир, не было взрывов. Он выполняет все. Закон. Без закона подчинили его. Они были другой нации, в другом месте. Ермолова вспоминать будем. И он... А ты убивал русских. Была война, я убивал. Я со своим народом, говорит. Это другая нация. Шамиль, когда воевал. Было это... Они говорят... Я не знаю, кто они там говорят. Почему? Сколько им дают этим? У меня данных нет на таких. Но у них ничего нету. Это я точно знаю. Ну ладно. Он сейчас ушел. Что дальше будет делать? Соблюдайте законы. А их законы там никто и не будет признавать. Дай нам свободу. Свободу действий. Мы ходим в мещать. Мы молимся, работаем. Дайте нам право жить. Он им дал. Я там был. Несколько раз в Чечне. Я такого нигде не видел. Проспект главный имени Путина. И говорят там... Мне сказали, говорит. Вы едете, ясно. Вы хотите быть мучеником. Ну а этих-то молодых зачем берете с собой? Вроде Николай Крущина. Да и не молодой уже. Вот. А мне-то как... А я там был. И они нас встретили. Даже не скажешь как. В магазин заводят. Берите, что вам надо. А я никто. Вот такой кусок сыра там этого голландского или какого. Я говорю. У нас пост вот этот вот помидор и взял. Блин, лаваш там, лепешка. Мы были там, видели. Витя вышел. А как туда проехать? А молодежь идет. Русский. Да пошел ты. Он наоборот. Так я сейчас с вами пойду, туда покажу. Когда книги я сдавал. А они говорят, у нас там министр по культуре. И там выступление его. Они вышли. Сфотографировались. Они говорят, ничего подобного. Стоят чеченочки со мной рядом. Сфотографировались. Я книги им отдаю. Поехали. Мы многое там видели. О чем говорится. Говорить боязно. И нигде не видели плохо. Главное то, что для человека верующего. А он верующий. Во свое, правда. Понятно. Но для него закон государственный ниже, чем то, что во что он говорит. Вот в чем дело. Они не могут это понять никак. У них совершенно другое. И государственный закон должен учитывать их законы, шариат и прочее. А закон это не может делать. А он делает так, как положено. По их закону нет изнасилований. Нету. Воровства он не знает даже сейчас где. Наркотики привозили, торговали. Нету. Это единственная чистая зона в Российской Федерации. Единственная. И там какой-то человек, у которого ничего нету. Им лишь бы только смуту наводить. Ну вот, нету шамана шел Путина свергать. Сидит там где-то в дурдоме. Ничего не потеряли. Арестовали этого Виссариона. Богом назвался. Арестовали с помощниками, как будто никогда не было. Тишина. У них ничего нет, кроме обмана. А теперь этот говорит. Ну, Яша, ну, попрыгает. Ну, одно и то же он не может повторять. Десятки раз. Он понимает, что правитель знает, а что Путин смотрит. А законы, у него закон другой. Он закон в первую очередь, насколько он верующий, не знаю. У него вот закон главный. Вот. И он на него ссылается. А по этому закону он поступает. К нему ни один, ни мула, ни один имам, ни один шейх. Нет. Надо не забывать, что они хотят устроить там этот, чтобы все страны мусульманские объединились. А там Турция. Четвертое место, кажется, армия занимает во всем мире по величине. И это надо сдерживать. Которые оттуда направляют, чтобы халифат создать. И втянуть туда Чечню, Туркмению, Узбекистан. Вот. А он содержит. В границах прежних отстроено все, деньги большие, большие деньги, большие разрушения. Там был как-то, ездил зачем он туда, Олег Стеняев. Ну и там тормознули, там охраняют-то. Кто такой? Да говорит, там священник. А ну проверь. Ну и как? А тут подошел, ты не можешь разбираться. О, морда красная, пьяный сидит. Это настоящий поп, пропустите. Вот и мнение. Отец Олег рассказывает и сам смеется. Да, он говорит, ты толстый, наглый и выпивший. Точно поп. Не парашютист, не засланный какой-то. Ну вот и все. Ну, конечно. У нас самые добрые воспоминания о Чечне. Мы к нему там, где стоят охранники. И мы прямо проехали. А там лежат блоки, где поезжать нельзя. И мы как-то проехали. А как вы попали сюда? Я говорю, Крамзану Ахматовичу где? А его здесь нету. Я говорю, вот такое дело. Ну там сели, я давай писать. А тут такой дождь, как будто бы с небом прорвалась. Лавина. И мы уезжали в ночь глядя. Мне ответили и поблагодарили за книги, за все. О нем я ничего не могу сказать, кроме того, что мы за него молимся, чтобы не было покушения. А он говорит, а я знаю, меня все равно убьют. Отца у меня убили. Дядю убили. Вот он настоящий герой. Как они его любят все. По мирским всем меркам он вообще, конечно, много чего делает. А все-таки перед Христом ему ответ не дать добрый. Вот в чем дело. Это, конечно, надо, чтобы он уверовал во Христа и покаялся. Да, ну а по поводу Александра Григорьевича тоже говорят, что он конкурентов устраняет и не дает бизнесу развиваться. И плюс еще претензии к нему какая, что он с Западом дружит, а потом с Западом вроде что-то не получилось, он раз к России опять вернулся. Вот такие претензии к нему идут. Я вот сколько наблюдаю его, от него у меня тоже благодарность есть. На бумаге, на бумаге. И вот я говорю, это может быть в Европе наилучший президент, а может и во всем мире. У меня о нем мнение самое высокое. И вот чем дальше, тем больше он упоминает имя Божие. Вот когда отправляли в Казахстан, я, говорит, молился, просил Бога, чтобы жены и дети получили своих отцов и мужей в целом. И все вернулись здоровые. И вот он когда беседует, не говорит, с народом. Мне особенно бросилось в глазах, когда мы проезжали по Беларуси. А у меня там книги мои в центральных городах везде. Ему подарили мы. И вот я уже как из этой дали смотрю, все вспоминаю. Где бы ни поехал, все с юга, люди вот у нас работают на дорогах. У него ни одного нигде нету, кавказского. А работают своим, своим работают. А у нас своим нету, а тем дают. А тут бегают, ищут работу. Как он сумел так сделать? А вот сумел. Я примерно так узнал. Говорят, были предупреждены они за недостойное поведение. А потом какой-то сделал какую-то большую неприятность. И он дал указание в 24 часа, чтобы ни одного не было. Насколько это достоверно, я не знаю. Но у меня это тронул очень сильно. А эти ничего не могут сделать. Безобразие еще и тут и воруют, и наркотиками все заполонили. Я у него там цыган не видал. То ли их там нету, то ли чего. И вот он, когда с кем-то там разговаривает, когда он идет по фермам. Там где-то сорвало, что-то не так. Он до всего-до-всего доходит. И сейчас хватит играть в эти... Надо работать. Обеднели уже без этого. Вот и все. От любимой болезни. И кто-то ему там сказал, говорит, там, то-то, то-то, что если кто без... Принуждают. Он говорит, чтобы этого не было. Вы что делаете? Кому надо? Пусть носят. Остальные работаете. И все. Я все выступления стараюсь прослушивать. Там у него был Соловьев. Долго они там беседуют. Такие вопросы с подковыром. И он свободно отвечает. Он очень приятен нам. Одна у нас знакомая, даже в чате есть. И она там где-то... Ну, я спросил, говорю, вы ходили на демонстрацию там против него-то? Ну, да. Что ж вы делаете? Так она теперь дальше каждое слово его подмещает. Виновата. Ну, какую-то там Тихановскую сбрали там. Ну, просто смешно. Это надо же так поднять всех людей. И там целый год теребить. Да уже больше, наверное. А он свое дело делает. И, конечно, люди живут там намного лучше, чем в Российской Федерации в других районах. У него все свое есть. И дружбу он знает, с кем водить. Ездил, даже в хоккей играл там. Или на лыжах они где-то были с Путиным, Владимиром Владимировичем. Это приятно. Мы каждый день молимся о нем. И Белоруссии просим мира. И которые там где-то выступают. Там тоже есть такие. Я их послушал, посмотрел. Даже сравнивать нечем. Люди, у которых нет ни совести, ни понимания. Или это умышленно делает. Ну, которые сбрали. Ну, ладно. Саддама Хусейна убили. Что? Лучше стало? А Мамара Кадапи и Смерги лучше стало? Ну, смотри, что там здесь делали они в Сербии. Ничего нету. Милошевич и всех подобрали. Нет ничего. Ну, вот рядом Украина. Ну, пропрыгали. Москаляку-Нагиляку. С чем остались? Врагами? Славянские народы. А вот-то он там, то другое. Что он? Если Крым. Крым никогда Украине не принадлежал. Это по-пьяному, говорит. Ногтем отчеркнул Хрущев Нине Петровне жене. Ну, тогда одно государство было, но ничего не значило. А тут они и вернулись. Это их желание было. А вот в Донбассе, тут я к тому, чтобы разобрались. И не надо трогать. Это неприятно, когда у другого государства что-то отбирают. И Лакушенко задали вопрос. Говорит, значит, у нас что-то отрезать. Мы тоже не будем согласны. Это я говорю свое мнение. Потому что я не знаю, какие там данные они против. Да у нас многие хотели бы отделиться. В Америке один штат хотел отделиться. И там смешали все. Что он будет отдавать? Никогда не будет. И вот смотри. Когда люди приходят к власти. Пришел Сталин. Какое отношение к тем, которые против? Какое отношение было у Гитлера? У Муссолини? Ну, по врядку все возьмите. Никогда по-другому и не было. Но детей не преследовали. А у русских тут подряд под корень рубили все. Класс за классом. Дворянство. Священство. Казахчество. Офицерство. Все под ноготь. Это, конечно, было ужас какой. А сейчас можно жить. Лишь бы не преследовали с дурными наклонностями. Поэтому я говорю о Лукашенке свободно, никем не принуждаемо. И о Рамзане охватывающем то же самое. Я тут как-то, меня интервью брали. О Гитлере. Я сильно интересовался этой личностью. Какой он был до войны и после войны. В мировой истории, в мировых правителей больше никого таких не было. Из праха за несколько лет поднять страну. Это никогда нигде не было. И он везде ездит на машине, приветствует. Сам ездит мирным путем. Он же голосовал проценты больше и больше. Но к демократическим путем пришел к власти-то. Его ошибка была в том, что на Москву, когда пошли войска, говорят, он разделил Гудеряна туда, к нефти скорее. А тут оставил недостаточно. Я говорю, нет. Он коснулся того, чего нельзя касаться. Бога избранного народа. Книга Бытие, 12 глава, 3 стих. Вот это его была самая главная ошибка. Генри Гиммлер там этим заведовал. А потом отравился сам. Решение окончательный вопрос. Решили для себя. Пошли, говорит, в Бутиль. Я смотрю, мировыми правительствами я много лет занимался и в армии. Мне как-то это хотелось знать. Тем более, такие материалы выпускал о масонстве. Ну, вот такое дело. Конечно, ему по-другому нельзя. Но если бы он был совершенно свободен, он бы галстук не носил и не брился, а вот они усы. Я вот смотрю, у меня журнал кто-то подкинул. И журнал местный, видимо, где-то. Кредо. Вот он. Папа Римский. Видать, нет. Ну, понимаешь? Да, видно. Вот такой, допустим, священник, который бреется, или щетина, как у свиньи торчит. Я к нему не пойду. Не пойду даже, думаю. Без надобности. В малом не верим-то. Православный-то не тронутая ни одна волосинка. Он живет как надо. За славу Божией. Вот что я могу сказать об Александре Григорьевиче. Ну, а вот у этого Дудя вышел тоже большой-большой фильм такой. Часа два там с лишним, наверное. Тоже белорусы, которые вынуждены бежать. Их преследуют там якобы и так далее. Может, и действительно преследуют. Но и я ему написал там комментарий, что очень однобоко. Ну, то, что я, по крайней мере, просмотрел, берет интервью только у тех, кто сбежал. Ты возьми интервью у тех, кто остался-то. Нет. Только с одной стороны рассматривается. А недовольные-то они всегда есть в любом государстве. Поэтому, конечно, белыми нитками просто сшито. Вот то, что они снимают эти все люди. Это вообще. Нам дано право молиться за старее начальствующих. Апостол Павел говорит, я это выполняю неоднократно. И днем, и ночью молюсь. А дальше будет видно. Вот еще сказать на это. Как-то сказали, а вот, а вы знаете, какие были враги у Путина, и их нету. Нету. Я знаю, могу перечислить. А кто их туда тянул? Вот Немцов там стал выступать. Исчез. Березовский там. Я то, другое там. Переворот сделать. Внезапно исчез. Никакие миллиарды не помогли. Так это не то. Илюхин. Это заместитель, можно сказать, у Зюганова. Геннадия. Он-то юрист. И готовит суд над Путиным. Не болел ничего там. Анализы прошел только мере. Все, внезапно умер. Это я перечисляю. Говорят-то, что я согласен. Но кто убрал их? Я не знаю. Я знаю только, что все они поднимались против. Там генерал Петров, Константин, генерал-майор. Он там начал клясть его внезапно. А он родноверой с язычниками. И говорят, какая-то неземная энергия поразила его. Вот. Валерия Новодборская. Уж сколько она не перетерпела. Что ее враг дунул? В какое ухо? Поднялась против президента. Какая-то кнопочка там заболела. Но ее взяли в больницу, уже не вернулась. Уже в гробу показывают, как ее сжигают. Я только знаю, которых. Которых. И люди известны. Они все исчезают. А почему? Да бог не знает почему. Надоело жить, наверное, или не хотели жить. Вот сейчас на меня только скинули материал. Опять на меня там поднялись. Я Богородицу там. Вот другое. И все это искажает слова. Я говорю, да, она родила. Слово Господин и Господь это одно слово. Они даже не знают. Плотские люди. И вот они сгуртуются. Миссионерский отдел. И вот там они теперь нашли. Я исповедую все молитвы, считаю. Ко мне претензий нет. Но я знаю, Бога родить нельзя. Бог безначален. И не может родить Бога тот, кто сам имеет начало. А принято так по человечеству. И от Марии Деву во человечество, мы считаем. Во человечество. Вот и все. Сам символ веры об этом говорит. А вот она родила Бога. Бога, воплотившего гостя. Второе лицо Троицы. Это, ну, понимаешь, вот. А эти, которые там что-то пытаются сказать и сдать. Это сейчас-то экономика. Какое-то новое общество. Святители Николая. Только сейчас мне скинули материалы. Я посмотрел. Ну, что им сказать? А меня будут ублажать отныне все роды. Ну, и что? Ублажать это не означает, что она Бога родила. Ублажать это означает пославлять. И я сразу четыре места из Библии беру, говорит. Встает муж и дети, ублажают ее мать. Она хорошо готовит. Притча Соломона, там 31 глава. И по порядку беру. Иов говорит об этом. Ублажает. Еще в этом слове нет. Не вот усмотрели что-то. Да, я православный. Я считаю молитвы. Я их знал, наверное, уже с трех лет. Они у меня неизменные. Но я знаю, речь идет о том, что он воплотился. Но родить Бога никто не может. Ибо он безначален. И страдать на кресте он не мог, как Бог. Страдало только человеческое естество. Как говорит Златоуст. Ну, еще глупостями. Даже разговаривать неохота с ними. А он говорит. Ну, что говорит? Пусть говорит. Другой он не знает. А он теперь берет и каким-то фразам подставляет мои слова. Я не скажаю. Я говорю, ну, мои мысли подсказывают мне, что Бог не может быть рожден. Иначе он не Бог. А если Елисавета говорит, мать Господа моего, то она говорит о том, что он начальник над всеми. И о котором она причиняется. А если она беременная Богом, то кому она молилась? Знала, что в ней Бог будет. Она сама мать в это не верила. Считала, что он вышел из себя. Хотели взять его. Богородица. Ну, даже время тратить неохота на это. Ну, я попутно уже. Конечно, все сведения, что говорят против них, где-то неприятно им это все. Но они крепкие люди, выдержат. А которые много знают, на них управа будет. Вот так. Благодарю, Никита Тихонович. Спасибо. Всем, конечно, надо покаяться президентам и веровать во Христа. Без этого ответа они не дадут. Вот хоть какой ты там будь перед народом благородный. А все равно перед Богом ты можешь быть очень испачканный. И никак просто ответ не дашь. В душа в ад пойдет. И это... Прямо вот об этом особенно грустно. С них большой спрос начальствующих. Библия говорит. Когда человек в толпе стоит, не видно, какие у него... нижняя часть одежды. А когда его выше поднимут, его видно до подошвы. Вот его рассматривают. Мирно проспал ночь. Тебе этого недостаточно. Надо просто примеривать. А ты бы что там сделал? Или что ты посоветовал бы? Не то, что там сказал, он сделал. Что сделать, чтобы не было сюда нападения? Перекрыть. А которые перекрывают и проще это... И с него не спрашивают, как он с ними обращался, кого захватил. Да, вот и все. Ну что, все? Да, благодарю. Благодарю. Спаси Христос, отошел.